Скажите, сахар в воде растворяется? Да. Соль в воде, поваренная соль растворяется? Вот, ребята, это два разных процесса. Памят. Разбираемся, в чем дело. А чем сахар? А именно такой сахар? Сейчас. Мы с вами для простоты будем, как правило, иметь дело с одним из самых важных в биологии сахаром, который называется глюкоза. Глюкоза. У веществ, в отличие от химических элементов, знаков нет, а есть названия. Никак не это означает. Пишется глюкоза. Химическая формула, корректированная формула С6H12O6. А может, мы сразу не можем выбираться? Не получится, наверное. Не, не получится. Дело в том, что из этих атомов, из такого количества атомов, можно набрать самые-самые разные конструкции. Как я говорил, на самом деле, молекула – это конструктор леха. Атомы собираем в разных вариантах и получаем вещества с разными свойствами. И вот давайте смотреть. Когда сахар глюкоза в твердом виде, пока вы его не растворили в отец, все молекулы глюкозы будут выглядеть вот так. Вот сейчас для начала вам покажется, что очень сложно. Глюкоза устроена как дом. Вот это у дома черта, крыша. Вот это у дома этажи. А вот это у дома подвал. По такому принципу будут устроены все сахары. Смотрим, как устроен каждый этаж. Они все устроены по-разному или одинаковые? По-разному. Каждый этаж состоит из вот такой вот. Согласны? Да. Только вот в этом случае ОАЖ-группа перевернута в другую сторону. Вот для глюкозы и для любого сахара это окажется очень важным. Чуть дальше поймете. Теперь смотрим, чем черта отличается от этажа. Чего не хватает? Еще одного отрого водорода. Да, здесь не хватает одного водорода. Чем подвал отличается? Наоборот, лишний водород. А в результате, вот у вас в состав этажа, на чердаке минус водород, а вот здесь плюс водород. Можно написать общую формулу сахара, которая будет для любого сахара. СННОН. Абсолютно верно. В любом сахаре кислорода столько же, сколько углерод. А водорода сколько? В два раза больше. В два раза больше. Это касается тех сахаров, с которыми мы будем иметь с вами дело в наших занятиях. А саши что ли? Есть другие, у которых, вот на самом деле, совсем правильная формула для сахара, общая формула. Будет выводить вот такая. СННОН. Вот эти коэффициенты в некоторых сахарах могут отречаться друг от друга. Но это хитрая история, в которой мы власть с вами не будем. Пока вам достаточно метод запомнить. Каждый углерод будет соединен с одной стороны водород, с другой стороны вашу руку. При этом с одной стороны не хватает одного водорода, а с другой стороны один водород лишний. Вот другой. Отлично. Кто может зайти к доске и обвести синей рамочкой участки сильно полярных свежей? Раз, два, три, четыре, пять. Ага, все. Как по-вашему, глюкоза будет взаимодействовать с водой или не будет? Будет. Будет. Причем плохо или хорошо? Хорошо. Хорошо, потому что у нее очень много у ваших групп, которым будет притягиваться вода. Причем все эти у ваших группы с одной стороны или есть с одной и с другой? И с одной и с другой. И с одной и с другой. Главное. Это кажется важным. Хорошо, глюкоза попала в воду. Вода потянулась. И тут же молекулы изменили свою структуру. Свернется с кольцом. В ростуе глюкоза не такую форму будет иметь. Общая формула осталась прежней, а вот структурная сразу изменилась. Сверхула. 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 И мязку. Очень, конечно. Вода потянулась. Сверхула. И мязку. Обратите внимание, это кольцо замыкается не просто из-за сведения между углеродами, а в вершинке, что стоит кислород, а дальше маляку завернулся таким кольцом. При этом, вот этот шестой углерод занимает совершенно особое положение. Вот если я взял этот цикл, начертил себя на ладошке, вот он, вот в этой плоскости лежит маляка углюкозы, цикл углюкозы, то шестой углерод будет вот здесь, на верхушке. То есть, на самом деле, вот эта связь торчит вот сюда, к пласту. Идея понятна? Почему на отделы обратили внимание? А вот почему. Про ДНК и РНК, слышали? Про вещества, на которых записана генетическая информация, знаменитые носители наследственности. Так вот, в их основе лежит очень похожий сахар. Так, отличаться от глюкозы, такой сахар будет одной вещью. В нем на один этаж меньше. Вот так. Такой сахар называется рикоза. Так, сколько углеродов в рикозе? Наверное. Один. Десять. Здрасте. Десять. Считайте. Десять. А, углеродов в пианировании? Углеродов в пианировании. В водном растворе рикоза будет выглядеть не шестиугольником, а пятиугольником. Вот так. Доводоводы и ваш группы я здесь не рисую. Их распределение такое же будет, как и циклублюкоза. Хорошо. Вот такой сахар есть. Складно. А теперь посмотрим, а как здесь само растворение проходило. Берем сахар, который у вас сахарный сахар. Он в линейной форме или в циклу форме? В линейной форме. В линейной, конечно. Вот эту форму, которая тут шестирует. Отлично. В линейной форме торчит 3 ОАЖ-группы. А в другую сторону сколько их торчит? Одна. Одна. В ОАЖ-группах на водороде какой заряд? На водороде в ОАЖ-группе любой какой заряд? На водороде. Плюсик. А на кислороде? Минусик. Как по-вашему? Глюкоза друг к другу могут притягиваться? У каждой молекулы есть ОАЖ-группа. А в ОАЖ-группе есть заряд. Не буду я рисовать такую сложную формулу. Нарисую здоровую сосиску. С одной стороны у нее 1 плюс-минус. Вот здесь вот. Одна. А с другой стороны сколько? Сколько штук? 3. Вот так. Согласны? Хорошо. Следующая такая же сосиска. Она вот так лежит в прямом угол. Своим одиноким плюс-минусом она вот сюда поднимается. Вот так. Хорошо. А вниз у нее сколько направлено плюс-минусов? 3. То есть вот у нее 3 точки возможной связи. Можно к этому связи еще привязать? Да. Можно. Следующий ряд лежит. Похоже как на доме. А вот сюда можно еще притянуть? Да. А поднимый слой можно еще притянуть? Конечно. Можно. А, 6. Стоять достаточно будет. Конечно. Такая конструкция будет называться молекулярный кристалл. Кристалл, собранный из молекул, которые притянулись друг к другу. А пространственные длины, вот, и пустота, вакуа. Вы сейчас классическую ошибку допустили. Так бывает на олимпиадах по галуке и химии. Приходит какой-нибудь шпендрик из 6-7 класса и начинает рассказывать про фотосинтез, химическими уравнениями, вообще про все на свете. А спрашиваю, ну, отлично, вот у вас кубихинон, да? А вот у вас еще какое-нибудь там соединение. А между ними что? Между этими молекулами? Как что? Воздух. И сразу понятно, что человек просто вызубрил, ничего не понимая. Конечно, вакуум. Пространство между молекулами заполнено вакуум. Как называется конструкция вакуума? Молекулярный кристалл. Кристалл, состоящий из молекул. А теперь смотрим. А на поверхности этого кристалла, самый верхний слой молекул, у него есть участки плюс-минусов, которые торчат на муси. Да, да. Есть, отлично. Еще. Ну, и вот он продолжается и сюда, и сюда, вот он так вот, дорогой. И бесконечность смотрит. Отлично. Да, можно вот такой кристалл сахар будет. А может, отчаясь в землю. Значит. Хорошо. А теперь он попал в угол. Отлично. Вот сюда диполе притянутся. Ведь каждая молекулы воды, она вот такая, согласны? Да. Здесь на сколько точек притяжения? Три. Три. Отлично. На критерии грудь диполя. А снизу молекулы какой-то, сколько точек притяжения удерживает? Одна. Отлично. А теперь давайте вспоминай. Молекулы в норме стоят на месте или движутся? Двигаются. Все время двигаются. Смотри, что оказывается. Вот эти диполи свободно летали. У них было свое температурное движение. Теперь взяли притянули. Что они попробуют сделать все вместе с этой молекулой? Да, а девять. Адогвать, конечно. И грудность. И грудность по полу. Нужно слышать. Да, вот уже. Так. Она отвалилась. Открылись для взаимодействия с водой другие участки полярных групп. Туда вода присоединилась. Да, да. Что сделают с другими молекулами? Что же это? То есть, внимание присоединяется. Вода стала разбирать. Да. Вода стала разбирать эту решетку. Чем дело кончится? Останется ли что-нибудь от этой решетки? Нет. Нет. А по-русски как на дело называют? Растворение. Растворение. Вот это и есть молекулярное растворение вещества в воде. Так? Хорошо. А вот соль растворяется совершенно иначе. По одной причине. У поваренной соли и ни у одной соли нет молекулы. Она из йода. Это гигантский йодный кристалл. Смотрим, как встроен кристалл соли. Кристалл кублической формы. Если возьмем соломку вашу, да, выставите несколько крупинок соли на предметное стекло и гляньте по вселенной лупы или под микроскопом, вы увидите, что все эти кристаллики кубики. Правильные кубики? Да, правильные кубики. Другое дело, что, ну там, я не знаю, вы же носите пакет соль, а вот эти кубики друг от друга трутся. Могут они поломаться, но при этом, когда они будут ломаться, их осколки тоже будут иметь форму кубиков. Вот сейчас вы видите, почему. Ну-ка давайте. Химическая формула баверина соли, натрий, хлор. Натрий – это электроположительный или электроотрицательный, на нем? Электроположительный. Очень слабо держит электроны. А хлор? Электроотрицательный. Электроотрицательный. С огромной силой тянет на себя электроны. В этом году он в раз. Конечно. Хлор тут же хранит электроны натрия. Но причем хлор настолько силен, что ему этого мало. Он бы еще. Так? Но у этого бедного натрия больше нет. А теперь, если вы взяли в ограниченное пространство, напихали много атомов натрия и атомов хлора, что начнется? Начнется вот что. Стоит здесь хлор. А вокруг него стоят три натрия. Вот по этим отчетам. Хлор всех ограбил. У хлора сильный отрицательный заряд. Натрия, решенное электроны, получили положительный заряд. Но это не конец. Дело в том, что дальше. А дальше вот следующий хлор стоит. А дальше следующий натрия. А дальше. Давайте вот так. Сейчас вы меня сами поделитесь. Вот в этой позиции. Кто стоит? Хлор. Хлор. Вот в этой позиции. Натрия. Вот в этой позиции. Хлор. Вот в этой позиции. Хлор. Хлор. Здесь. Натрия. Натрия. Хлор. но это еще не все в результате мы получили вот эти две стенки две стенки из чередующихся ем отвора и надряда но оказывается еще крыша вот такая попробуем разобраться вот в этой позиции кто будет стоять? вот в этой 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 вот то есть идет чередование через один принцип понятен всему чтобы просто не тратить время но и это не все если залезть внутрь вот туда я сделался супер маленьким такой я не знаю супер мега нано человеческий, который пролез вон туда внутрь кристалла и посмотрел оказывается от этого хлора туда внутрь кристалла уходит еще сейчас увидите так и от этого хлора уходит внутрь кристалла как положено вот на этих шеях вот он бедняга и от него идет еще куда шесть вон куда это кому хлора обратите внимание сейчас я в зеленую ввезу фигуру какую фигуру мы получили кубик вершина этого кубика какие ее чередуются натрий хлора под этим кубиком вот так здесь вершине этого кубика кто у нас стоит вот это вершине хлор а вот здесь стоял натрий вот она в результате весь объем кристалла состоит из чередующихся ионов натрия и хлора зарядовая этих ионов сильно сильно хлор градует окружающие ионы натрия стягивая на себя электроны так ион сильно отрицательно заряжен натрий растерявший электроны сильно положительно заряжен теперь мы этот куб списываем в голову что начинается молекулы записали конечно здесь часто сильного заряда диполи притянутся да диполи притянутся если энергия притяжения к диполям оказывается выше чем энергия вот эти цвей регионы то сделают просто отрывают в результате диполя оторвали хлор копалось а сами от этого оторванного хлора отстанут или нет? нет или окажутся третянутыми хлор когда вылетал из кристалла прихватил с собой фон от одного из натрия вылетел не атом хлора а йон хлора хлор минус если в этой частице есть заряд то натрий остался безэлектрон остался поэтому когда диполи вылетит натрий натрий вылетит в качестве атома или тоже в качестве йона иона причем натрий какой заряд положительный так в результате в этом случае вода рождать кристалл будет не на молекулы а на что? на йон на йон йонное растворение йонное растворение процесс важнейший имеет прямое отношение к нашим своим бытовым навредностям имеет прямое отношение к вашему вопросу который мы задавали на прошлом уроке почему вода вода где-нибудь на земном шаре бывает нет в ней всегда растворено некоторое количество соли любые соли в воде на что распадутся на йон на йон на йон а у йонов заряд есть? да есть а теперь смотрим взяли вы вот в такую ботину в которой у нас водный раствор йонов то есть здесь плавают положительные отрицательные зарядки вода растворилась в самых разных солей вы взяли и засунули два электрода подвину сюда положительный заряд сюда отрицательные зарядки что немедленно начнут делать йонов отрицательные куда пойдут? положительные они все двинутся сюда опложительные опложительные сюда а теперь кто догадался как в физике называется направленное движение зарядных частиц электрический тон это и есть электрический тон что у нас пошло сквозь угол электрический вопрос контрольный какая вода лучше проводит электричество пресная или морская это самая лучшая твердого моря почему больше солей конечно больше солей больше йонов больше значительной зарядки идея-ка понятна? да ура вот этот процесс йонного разборка крестаула имеет свое собственное название в семье электролитическая диссоциация диссоциация распада вот вода называют электролитическую диссоциацию электролитом называется раствор содержащий зарядные частицы отлично ну вот теперь немножко представили себе что такое растворимость вот как растворяется вещества в воде поднимайте руки кто может ответить на такой вопрос какие вещества хорошо растворяются в воде какие плохо растворяются а какие совсем не растворяются Итак, какие вещества хорошо растворяются в воде, какие в боках растворяются, а какие совсем не растворяются. Молекулы, у которых не полярные ковалектные связи вообще не растворяются, а те, у которых сильно выражены полюса, хорошо растворяются, а те, у которых не стало выраженные слова растворяются. Ура! Теперь, смотрите на эту схему, вспомните молекулярное растворение. Что будет с растворимостью твердых веществ в воде при повышении температуры? Повысится. А почему повысится? Там может стоять скорость в жилье воды. Ну, конечно, и смотри. Не будет скорее сильнее вырывать. Сильнее вырывать будем вот эти участки. А при вынижении температуры? На бровол. А те, которые в ней вообще не растворяются, ни при какой температуре не будут растворяться? Там будет происходить другое растворение по другому типу. Что такое более высокая температура? Это значит, какой скоростью летят диполины. Они начинают действовать на вещество примерно как наявные акулии, выпущенные из оконата. Если я беру пулемет или автомат, санаживаюсь вот так против двери и начинаю полить просто в одну и ту же точку, что очень быстро происходит. Значит ли это, что пули растворили материал двери? Нет, они его не разобрали. Такая маленькая, я просто прошу влечь, все. Вот совершенно так же. Если энергия летящая частица очень велика, она просто может вывести все. Не вытянуть его за счет протяжения, а вывести за счет высокой кинетической энергии. Спасибо. Спасибо.